Люля это котлетки, но они не понимают, что нам все равно как это называется, люля или котлетки. А я буду говорить люля. Если ты не говоришь, я бы говорила. Нет, я говорю наоборот. А будешь не говори, а что не говори-то? Я говорю. Многим не нравится. Ну мало ли что не нравится. Знаете, помните, такая была реклама, великолепная Сока, когда она, когда ей папа говорит, ты же лопнешь, деточка. Да, да, да. А ты налей и отойди. Вот я так же хочу сказать, а вы отойдите от эфира. Всем приветик, всем приветик. Папа, ну где жена твоя? Куда ты вот честно скажи? Где мама? Ну где она? Ну скажи. Сбежала наша мама. Сбежала. Мама на процедурке, на капельницах. Мама наконец-то решила опять заняться своим здоровьем. Папа замечательный. Папуль. Да. Ну ты держишь сейчас вес после умывакина? Я тебе скажу так, что я где-то килограмм-полтора, конечно, прибавил. Ну и тебе и надо было. Папе не шло вообще. Да, потому что я похудел на 5 килограмм там. Я же больше, ты еще здесь похудел, мне кажется. Ну не важно. В принципе, меня это очень радовало, что я похудел на 5 килограмм. Но все-таки потом я решил немножечко прибавить. Если где-то килограмм-полтора я прибавил, у меня где-то порядка 86 килограмм. 85 килограмм, 85, ну короче, 86 килограмм. То есть это нормальный абсолютно для моего... Возраста, пап. Для возраста. Для роста моего, то есть в соответствии с моим ростом я в принципе не превышаю эти килограммы, которые должны быть соответственно моему росту. Легко тебе? Мне и тогда не было тяжело. Ну правда. Скажи, что тебе было легко. Конечно, легко. Нет, хорошо, хорошо. Все отлично. Папа даже после неумывайки настал есть кашу каждый день на завтрак вместо творога. Да, да, да. Спасибо, кто желает приятного аппетита. Да, я каждое утро себе делаю кашу овсяную на воде. Чуть-чуть ее подсаливаю. И после того, как она у меня оказывается на тарелке, я чуть-чуть немножечко для сладости песочек с сахаром. Папа у меня просто извращение с хорошим смыслом. Да. Вчера. И потом обязательно вот чашку хорошего крепкого кофе выпиваю. Вот это мой завтрак. И я в принципе часов до 12 до часа абсолютно нормально себя чувствую. Прихожу вчера к ним домой. Он говорит, я капельсинчик хочу. У него тарелка перед ним. Да, да. Я не пойму, что там, что-то желтое такое. Думаю, с солью, что ли, салат это делал. В итоге. Он говорит, у меня апельсины, говорит, кислые. Я их сахарочком посыпаю. Да. Я попробовала апельсин просто сладчайще, а для него кисло. Нет, он не кислый. Ну как это? Он с сахаром апельсин посыпаю, представляете? Ну как, знаете, как клубнику. Клубнику сахаром, да-да-да. Я так же посыпаю. Я лимон иногда, вот отрежу себе кусок лимона, сахаром посыплю и с удовольствием его съем. Потому что сочетание вот этой кислинки со сладким, это очень непрофотное такое ощущение. Это сегодня был у зубного, Саша. Ну? Все, сделали мне зуб. Покажи. Сейчас. Сделали мне зуб. Показывать, я вам спокойно показываю. Главврач тебе передает привет. Ой, спасибо, ему тоже огромный. Я тоже огромный. Так что, все хорошо. Вольно? Да нет, у меня же он мертвый. У тебя мертвый? У него мертвый, у него нерв удален. Так что абсолютно не больно без укола, без заморозки. Мы сделали зуб. Ваш папа вкусно ест и вкусно готовит. Он такой эстет. Знаете, я никак не могу себя заставить сделать. То есть, я очень люблю, есть такое армянское блюдо, хашлама. Ты любишь? Да, это на пиве я делаю его, и как-то вот все у меня, руки не доходят. А там случайно и на костре нужно делать? Ну, в свое время мы с драчком делали на костре, когда вот на даче были. На даче, да. У нас очень большая семья армянская, огромная семья. Всем привет, кто смотрит. Анжела, Леночка, Голго, Лускан. Да, да, да. Седочка, Рафон, Марьянна, любим вас. Да, и вот делали мы на костре шламу. Это, конечно, безумно вкусное армянское блюдо. А что там, пап? Мясо, папа, да? Овощи, мясо, картофель. Это как суп? Сомидоры. Ну, будем говорить так, бульон с овощами и с мясом. Это, конечно, нельзя назвать суп, но... Кастрюли они еще варят, да? Да, 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 да. Делают это либо с говядиной, либо с бараниной. Ну, это уже на усмотрение, кто что больше любит. Я люблю и то, и то. И с бараниной я очень люблю с бараниной. Это более так, хотя баранину можно нежирную положить туда. А баранина считается жирнее свинины? Нет, свинина жирнее баранина. Говядина вообще, в принципе, после мяса, а баранина, она... Говорят, во всяком случае, что баранина, это очень мясо такое, оно для организма очень нормально переваривается, так как там нет холестерина. Холестерина, просто. Не знаю, насколько, правда, мясо-наскольку нет, но так говорят, во всяком случае. Папуль, расскажи, пожалуйста, ты был послушным ребенком в детстве? Это надо вспомнить. Давай, припоминай. Ты знаешь, были разные, конечно, этапы моего детства, моей юности. Ты слушался родителей? Вот так спрошу. Смотря в какой ситуации. Ну, в общем, да, конечно, я не был таким бесшабашным. Безусловно, я прислушивался. Что-то, конечно, безусловно, как любому ребенку. Не нравилось, конечно. Да, безусловно. Ну, я всегда любил своих родителей и уважал своих родителей. Особенно, когда я уже стал более-менее в таком сознательном возрасте. Ну, маленький, когда был, это так понятно, как все малыши. Вот, а в сознательном возрасте, да, я очень и любил, и, вот, конечно, нет чьих не папу, но маму. И все равно я... Всю жизнь любил. Да, я и продолжаю. Для меня родители всегда были, было святое. Я бросал все, если меня позвонят родители. Я мог бросить все, в переносном смысле, бросить семью, бросить детей ради того, чтобы прийти и на помощь своим родителям. Я очень любил своих родителей. Я их постоянно вспоминаю. И для меня, еще раз хочу сказать, для меня, мои родители, это святое. Это люди, которые дали мне жизнь, которые меня распитали, которые меня направляли всю жизнь вот в их сознании на правильный, с их точки зрения, на правильный путь. С чем-то я соглашался, с чем-то не соглашался, но... Ну, 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 я всегда волонтестный съездил. Я дал их потуги к моему воспитанию, скажем так. Я принимал это все. Не всегда делал так, как они хотели. Ну, вот я и говорю, не всегда. Да, но я все равно принимал то, куда они меня хотят направить. С чем-то я соглашался. Ну, это жизнь, это нормально абсолютно. Эфир недавно, ребят. Папа грамотные вещи говорит. Ну, как грамотно, это не то, что грамотно, но это моя жизнь, это жизненный опыт мой. Мое видение жизни. Я так воспитан, во всяком случае. Поэтому и у меня в семье такая вот, такая любовь. И к детям, и детей к нам. Как-то я привил вот это вот... Ну, ты внес, конечно. Да, я внес... Любовь к родителям. Да, любовь к родителям, потому что... У нас как-то так не принято было вот наказывать детей. Говорят, ну, мама, конечно, могла как-то что-то там. А я в жизни никогда не ругал, не наказывал. Я пальцем никогда не дотронулся. Ну, в смысле и в плохом смысле слова. Что-то тут? Да, ни дочь, ни сына. Ой, дай расскажу момент, это правда. Кстати говоря, меня... Если мама, конечно, вот она... Бывало, что там придешь, там двойку принесешь, еще что-то. Она меня так по щекамке могла... Била? Ну, как бил, не бил. Так, знаешь, это все. Можно я расскажу момент? Папа меня в жизни не ударил. В жизни не ударил. А вот теперь ты расскажи. Короче, папа на самом деле никогда меня не бил. Вообще, я не понимала. Когда приходили мои сверстницы, говорю, меня папа побил, там, например, поздно пришла домой или что-то провинилась. Но у меня был случай, который я вам расскажу. Вот что значит родитель не трогает своего ребенка. В общем, я провинилась. Ну, что-то я сделала не то... Ты вкладываете штаны? Да, да. И мне купили новые штаны. Новые. Я в счастье вышла в этих штанах. Я провинилась. Ну, что-то я не купила. Я даже помню, почему папа меня просил два дня купить коту корм, а я не купила. Я гуляла, в общем, забыла. Я прихожу, он говорит, опять корм не купила? Я говорю, опять. И он вот эти штаны вот так вот берет мне и разрывает. Надо было куда-то в злость свою выместить. То есть вот к вопросу о том, вообще, поднимали мне родители руку, никогда в жизни никогда не поднимали. Потому что вот папа единственный раз, это вот единственное запомнило, он меня разорвал. И причем на следующий день он поехал и отдал их в мастерскую, благо все разорвалось, пошло, все пошло. И он еще поехал в мастерскую, отдал эти штаны, да, и сшили их обратно. Да, вот так вот такая вот была у меня история с папулей. Поэтому я вообще считаю, а мама нас не била, потому что ей сказали, у меня уже была девочка и мальчик у мамы, у папы, у меня брат еще есть, и сказали маме, что если вы будете бить, как привыкли, по попе всех детей бить, если будете мальчика бить по попе, то якобы там с потенцией будет какая-то проблема. И мама, ну она так это просто запомнила, что она не била нас никогда. Ну а потом я тебе скажу такую вещь, извините, я переверю, потом я тебе скажу такую вещь. Я категорически маме запрещал вас, воздействовать на вас какой-то силой. Правильно. Вы будете очень признательны за это, честно, признательны. Я категорически, потому что я вот сам был, меня так воспитывали, что у вас сильно в принципе никогда не меня, не брата. Нет, Олега брата, папа как-то сильно очень... Ему лет 16 было, но это мне рассказывал и брат, и папа рассказывал, и мама. Он его, это было на даче, ему было лет 16. Да, где-то 16 лет ему было, и папа его сильно... Он был тогда, знаете, в 60-е годы было такое направление, как стиляги. Конечно. Да, а папа, он таких строгих правил. Ну человек выходит такой вот из деревни, он из деревни родился, рос в деревне. У него несколько другие понятия были, а у Олега, я помню, очень хорошо, у него... Тогда были какие-то, я сейчас не могу описать, и это была какая-то рубашка белая с черными какими-то... Узорами. Какие узоры, я не знаю, там животные какие-то, или что-то там было такое. И вот я помню... Да, у него волосы назад зачесаны, у него вот этот, как он, кокон, никак... Не ракеса... Не ракеса, как же он... Ну я поняла, это прическа. Да, да, да. Элос и пресса. Да, 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 да. Вот он тоже так носил. Он его побрил наголо, машинка механическая такая, чик-чик-чик-чик-чик-чик, вот такая машинка была. И он его, конечно, порвал эту рубашку, и он его, конечно, ремнем отходил очень прилично. А за что? За то, что он просто это сделал? Да, вот, ну я тебе говорю, вот это был единственный момент, когда папа вообще применил силу к своему сыну. Конечно, потом он это жалел, потом все... Ну все забывается в любом случае, конечно. Вот. Да. Да, вот такой вот случай был у нас в семье. Кок, по-моему, вот эта прическа. Я не помню, как называется. Надо посмотреть фильм «Стиляги», там все это вот описано. Да, вот так вот. Конечно, каждый раз вот так вспоминаешь. Причем, знаешь, самое удивительное, у меня есть знакомые, которых очень сильно лупили в детстве. Прямо ремнем, пряжкой лупили. Вы знаете, они выросли такими прекрасными людьми, они обожают своих родителей, они абсолютно этого не помнят. И свои детей они не трогают. И своих детей не трогают. Это, конечно, есть такое, просто сейчас нам тоже написали, меня лупили нещадно. Но, кстати, дети не менее счастливые вырастают даже из тех, кого лупили. Мне кажется, дети вообще забывают. Во всяком случае, я тебе скажу так. Вот что касается меня, я вот до сих пор отчетливо помню, сколько раз и как меня мама била по щекам и по задницам. До сих пор помню. Это для меня это было... Я очень хорошо помню. Я помню, как ты разорвал на мне эти штаны. Я в случае тоже навсегда, он так мне отложился в памяти. Это был просто невероятный испуг, невероятный испуг. Я страшен в гневе. Папа страшен в гневе. И вот его лучше, кстати, не злить никогда. Я теряю берега совсем. У него шоры падают. Да, у меня шоры падают. Востояние аффекта абсолютно. Мне абсолютно все равно. Кто, что, чего, как я иду направо. Ну, это ладно. Конечно, я стал поспокойнее, а вот помоложе был. Меня лупили, я все прекрасно помню. Да, я не люблю свою мать, меня лупили ремнем. Дети шумят очень громко, согласны с папой. Добрый вечер, любимые все. Поздравляю с праздников Сретения Господни. Желаю всем здоровья, доброго ребенка. Да, это святое. Ой, у вас тоже с праздников, да. Это святое, да. Дети не испытывают злобы к родителям. Ну, не скажите. Уже в определенном возрасте, лет в 13-14, ребенок уже как-то сепарируется немножко от родителей, и он начинает испытывать злость. Ну, в зависимости, опять-таки, какая обстановка в семье, Саша? Нет, я говорю, они не могут. Могут. Ростки уже могут злиться на родителей. Как-то считать, что они неправы, они не учатся жизни. Потому что ребенок становится такой, они же врать начинают как раз-таки вот с этого возраста. Когда они отделяются от родителей, понимают то, что можно соврать, чтобы не было там а-та-та, образно говоря. А в детстве он не знает, как соврать. Скажи. Дети такие, да, это я. Так что это так есть, да. Что там еще пишут? Да, сейчас я посмотрю, что пишут. Все по поводу родителей. Кого-то лупили, кого-то не лупили. То же самое. Забывают, помнят. Мне тоже лупили, но было за что. Люблю родителей, уважаю. Злобы нет. Дети ничего не забывают и простить не могут. И комплексы получают на всю жизнь. Ну, не за то, что их били же злоба. В 13-14 нельзя уже бить ребенка. Дети все прибирают. Здравствуйте, да, вы правы, сейчас дети управляемые, переходный возраст. Меня только в угол ставили. Мама где? Мама пошла на процедуры. Она пошла в красную талку. Все, пошла на процедурки разные. Себе любимое время посвящать. Папа бы тоже бы пошел, бы себе тоже, конечно, не мешал. Хорошо, да. Пап, я люля, конечно, второй не доел. Я не доел, но ничего страшного. Ну, вкусно получилось. Ну, а, отменное. Ну, хорошо. Так что вот так вот мы живем. Да, вот так вот мы живем. Вот такие воспоминания были. Да. А мы желаем хорошего дня. Ждем всех влюбленных. Ну, да, уже прошел, но все равно вкусилась любовь всегда будет. И сегодня со священным вас праздником, со святым. И желаем вам приятного аппетита, то садиться обедать или ужинать. Всем пока. Пока.